Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Хотим начать серьезную. В последнее время поток заболевших ковидом увеличился. Напоминаем, что болеют не только взрослые, но и дети. И маски носить необходимо. Так мы защищаем не только себя, но и других. Если вы заболели, не посещайте общественных мест. Находитесь дома, чтобы не заразить здоровых людей. Для кого-то из них ковид может закончиться плачевно. Лечитесь под контролем врача. Пожалуйста, услышьте нашу просьбу. Это очень важно. Ну а теперь мы переключаемся на обычную позитивную волну. Так, список огласили. Да, анонсы сегодня строгие. Особенно второй. Ну а первый мы сейчас быстро разгадаем. Кстати, для тех, кто смотрит нас впервые, расскажем правила. Да, в анонсах зашифрованы темы сюжетов. А нам с вами или без вас надо их разгадать? Да, все просто. Попробуем? Давай. Итак, что такое лесной экспресс? Ну, экспресс это поезд. А раз лесной, значит едет через лес. А почему поезд называется экспресс? Экспресс это что-то очень быстрое. Экспресс-почта, экспресс-тест, экспресс-транспорт, поезд, кстати, в том числе. Да, точно, согласен. Тогда это что-то быстрое в лесу. Что-то быстрое в лесу? О, экспресс-пища. На костре, още-гриль. Грибы. Да, готовится очень быстро. К шашлыку. Вкусно. Всем известно, что самое быстрое животное на Земле – гепард. Но с небольшой поправкой – на суше. Если бы в общеживотном рейтинге участвовали одни только хищные птицы, гепард не попал бы даже в десятку. Так что мы рассмотрим сверхскоростных животных не только по привычному нам показателю – километров в час, но и учитывая их размеры и среду обитания. Велорог. Это элегантное создание – самое быстрое наземное животное Северной Америки. Оно развивает скорость под 90 километров в час. На короткой дистанции велорог не смог бы обогнать гепарда, но легко оторвался бы от него на длинной трассе. Выносливость позволяет велорогам мигрировать каждый год на сотни километров. Бразильский склад Чатагуб. Самая скоростная из летучих мышей, разгоняющаяся в воздухе почти до 100 километров в час. Склад Чатагубы живут большими колониями в пещерах, под мостами и в старых зданиях. По вечерам они одновременно вылетают на охоту, формируя потрясающую картину. Хоть кино снимай! Парусник и меч рыба. Кто из них самый быстрый, пока не определились. Обе рыбки развивают скорость от 100 до 130 километров в час. Так что ничья! Одно из исследований, отдающее победу меч рыбе, обнаружило, что в верхней челюсти рыбы расположена миндалина, выпускающая масло. Растекаясь вокруг рыбьей головы, масло снижает трение о воду и этим помогает рыбе повысить скорость. Напрашивается вопрос. Откуда рыба знает физику? Калипта Анны. Верхний предел скорости этой птицы – 80 километров в час. По-вашему, это мало? А вы оцените ее размер. Биолог Кристофер Кларк из Калифорнийского университета в Беркли посчитал, что при такой скорости эта птичка из семейства Калибри покрывает 385 размеров своего тела за секунду, испытывая сильнейшие перегрузки. Клещ после нее на втором месте. В секунду он покрывает расстояние в 320 собственных размеров. Все равно, как люди бы за секунду разгонялись бы до 2090 километров в час. Да, это поражает. Черный марлин. Согласно BBC, его максимальная скорость составляет 130 километров в час. Ее измеряли потому, как быстро сматывалась леска судочки при поимке рыбы. Но это спорный метод. Двигалась ли в этот момент лодка, плыла ли рыба по прямой. Так или иначе, черный марлин очень популярен среди любителей спортивной рыбалки. Попробуй, догони. Слепень. Избежать его укуса, если он за вами мчится, весьма непросто. Энтомолог из Флоридского университета заявляет, что взрослый самец слепня развивает скорость свыше 144 километров в час. Правда, точно измерить скорость насекомого сложновато из-за размера. К тому же летит он, увы, не по прямой. Иглохвостый стриж. Его скорость просто поражает. 170 километров в час. Стриж обитает в Азии и Австралии, изредка залетая в Европу. Запомните, это самая быстрая птица. Рядом с ним сапсан. Хотя летает он медленнее, чем иглохвостый стриж, но в пикировании за добычей он разгоняется до 390 километров в час. Гепард. Далеко не самое быстрое животное на Земле, уступающее первенство птицам, рыбам и даже насекомым, но все еще быстрейшее сухопутное из млекопитающих. Достигает скорости более 100 километров в час, разгоняясь всего за 3 секунды. В общем, занимайтесь спортом, друзья. Тогда, возможно, и человек попадет в рейтинг самых быстрых существ планеты. После гепарда. О животных я и не подумала. Ну, просто у нас гепарды в лесу не боятся. А если бы были, это была бы первая версия. Не надо. Лес у нас почти безопасный, звери не нападают. Но в одиночку туда ходить все-таки не стоит. Мало ли что. Волки и кабаны у нас водятся. Хоть и избегают людей. Ну, если, конечно, люди сами к ним в логово не лезут. Кто разумнее, тот и осторожней. Точно. Давай дальше. Анонс действует по закону. Кто? Ну, я и ты. И они. А может, это какая-то профессия. Ну, вроде милиционера или прокурора. Если кто-то нарушает закон, они принимают меры. А если человек не знает закона? Тоже. Потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Вот как-то один мой знакомый сорвал цветы на клумбе. Ну, думал, ничего страшного. Безобидная проделка. А его родители потом за это штраф выплачивали. Не маленький. Как будто он не знал, что нельзя рвать цветы. Это же не бабушкин огород. А у милиции и так много работы. Слушай, давай обсудим это еще раз. Ты подобрал букет для Патрис? Подобрал, подобрал. Послушай, нельзя говорить девушке, что она безоблачно прекрасна. Нет, нет, это не пойдет. Почему? Чем он плох? Оранжевый лилий — это жгучая ненависть. Бегония и лаванда означают опасность и подозрение. Каждый цветок имеет значение. Позволь рекомендовать Амарилис. Он выражает восхищение божественной красотой получательницы. Да, все же стоит выбирать букет самостоятельно. Но лучше, если вам поможет его составить букетных дел мастер-флорист. Специалист фитодизайна всегда в курсе последних тенденций и даже идет впереди них на шаг или два. Это творец с большой буквы, потому что без художественного вкуса и чувства прекрасного не создашь такой шедевр. Флорист доволен, клиенты счастливы. Идеальный букет. Но с чего все начинается? Заглянем-ка в мастерскую флориста. Что в букете главное? Красота и долговечность. И если красота – дело вкуса, то долговечность – это уже целая наука. Цветы в наши края чаще всего привозят из Голландии, Кении или Эквадора. После утомительного путешествия усталых путников нужно напоить, а засохшие кончики стеблей срезать, чтобы открыть сосуды, по которым проходит живительная влага. Ломать не стоит. Если сосуды повредить, то растения быстро завянут. А вот в емкостях с водой цветы будут хранить свежесть еще целых две недели. А в специальной холодильной камере она продлится до двух месяцев. Ведь при температуре плюс 5 градусов обмен веществ у растений замедляется. Но не останавливается. Цветы как бы засыпают. Но как из них сделать композицию? Соблюдая законы, ответит вам грамотный юрист, ой, флорист. Да-да, у цветочных композиций есть свои неоспоримые законы. Во-первых, все цветы выносливы по-разному, а в букете они должны жить долго и счастливо. И завянуть в один день. Например, букет с пионами, розами и гластиками простоит неделю. А хотелось бы дольше. И флористы делают все, чтобы продлить срок жизни букета. Все начинается с обрезки листков. Если их убрать, вся вода по сосудам напрямую поступит в бутоны. Запомните, в идеальном букете должны быть только стебли и цветы. Никаких листьев. Но их можно заменить зеленой веточкой. Во-вторых, стебли нужно укладывать не параллельно друг другу, а под наклоном. Так у букета появится место для перевязки, а давление на отдельные стебли уменьшится. Концы стеблей необходимо выровнять по одной длине, а затем подрезать те, что в середине связки. Теперь букет будет твердо стоять. Даже без вазы. А чтобы бутоны были прочнее, их покрывают жидким воском. Вот мы и добрались до главного секрета идеального букета – цветовых акцентов. Тут не обойдешься без знаний особенностей человеческого восприятия. Когда мы на что-нибудь смотрим, наши зрачки двигаются хаотично в поисках границ объекта. При этом на наиболее ярких точках взгляд останавливается. Биологи называют это рефлексом фиксации. Из-за фиксированных образов наш мозг формирует целостную картинку, поэтому самыми гармоничными нам кажутся букеты, на однотонном фоне которых есть несколько ярких пятен. Так что учитесь комбинировать цветы по цвету. Но самым идеальным букетом всегда будет тот, который подарил дорогой вам человек. Ведь не зря говорят, что цветы, подаренные от души, долго не вянут. Но если завянут, то виноват в этом, как мы поняли, только флорист. Действует по закону флорист, оказывается. Чтобы его подопечные цветы не вяли. Надо же, в каждом деле есть свои законы. Даже в заполнении тетрадки. А нарушения снижают оценку. Обидно. Трудная-то штука жизнь. Но правило на то и правило, чтобы... Нарушать. Соблюдать. Иначе все пойдет кувырком. Даже наша телепередача. В ней тоже есть свои законы. И тот, кто следит за ними. Итак, третий анонс. Люси. Как ты думаешь, это имя? Да, ну по-нашему это Люся. Люся это Люда. Люда это Людмила. Но у нас Люси. Ударная имя. Ну это просто мода такая. Ну Люся попроще звучит, чем Люси. А может это песня Родиона Газманова? Или песня Чеботиной. Она же тоже Люси. То есть Люся. То есть Люда. Людмила в общем. Для своих поклонников Люся Чеботина стала примером счастливого сочетания таланта и трудолюбия, которое помогло ей осуществить мечту. Людмила Андреевна Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Голос новорожденной девочки был настолько ярким, что ее без труда узнавали среди толпы кричащих малышей. А потому в роддоме будущую звезду Рунета прозвали Зыкиной. Путь к мечте оказался тернистым. Люся поступила в музыкальную школу на хоровое отделение. Хотя изначально хотела учиться игре на фортепиано. Но стало очевидно, что у девочки есть талант к пению. Позднее она окончила колледж, где выучилась на педагога по вокалу. В период учебы будущая знаменитость подрабатывала на бэк-вокале в караоке. Еще будучи студенткой, Чеботина начала посещать кастинги всевозможных фестивалей и шоу. Впервые девушка обратила на себя внимание как участница украинской версии вокального проекта «Голос». Затем был проект «Главная сцена». Но популярность пришла к Люсе вовсе не из-за телевизионных выступлений, а благодаря интернету. Певица разместила в инстаграм-аккаунте кавер на хит «Тедди Бэр» швейцарской группы «Кады Бостони». И число ее подписчиков за короткий срок возросло с 6 тысяч до 100 тысяч. И она продолжила делать каверы, а еще начала записывать авторские треки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Еще одной звездочкой больше. Не успеваем уследить. Но острый глаз нашей программы, словно Чингачкук, высматривает все новинки в мире музыки. Ну а если вы не знаете, что Чингачкук – это зоркий, мудрый вождь индейцев племени Магикан, то кроме музыки, вам стоит заняться чтением увлекательных книг Фенемора Купера. Рекомендация дня. А с вами были мудрые вожди этой программы Оля и Артем. Смотрите нас в эфире и на ютубе, чтобы мир стал для вас понятнее. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok